Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о так называемом каменном лесе. Что такое каменный лес? Не следует думать, что это деревья, которые превратились в камень. Стволы, ветви, пни, в конце концов. Каменный лес это территория, которая находится на камнях. И корни деревьев переплелись вокруг валунов, вокруг каких-то других окаменелостей, находящихся в земле. Вот такой каменный лес находится в Пенсинской области, в Калашлейском районе, недалеко от села Хопер. Что это за территория, чем она интересна? Ну, во-первых, это местность, где на протяжении нескольких километров тянется овраг. И овраг этот представляет собой оголенную стену внизу. Высота стены приблизительно 10-12 метров. Из нее торчат валуны. И самое парадоксальное, то, что валуны словно оттесаны, словно ручная работа была проведена с ними когда-то. Что это за камни? Откуда они взялись? Сейчас мы находимся буквально в трех километрах от села Хопер. Сзади великолепный пейзаж. И здесь находится так называемый лес. Но не обычный лес, а каменный. Почему каменный? Мы сейчас постараемся разобраться. Пройдем туда и, наверное, увидим то, что связано с так называемыми темными камнями. Однако это всего лишь навсего будет, как я предполагаю, некая стена, а из-под нее бьют родники. И вот сейчас мы спускаемся туда, вниз, к родникам. И вот сейчас мы спускаемся туда, вниз, к родине. Мы увидели несколько родников, которые бьют прямо из стены. Это тоже интересный факт. Потому что родники появляются эпизодически год от года в разном количестве. Их может быть три, четыре, пять. Самые большие местные жители насчитывали образование семи родников. Во всей видимости, это связано с водами после зимы, которые находятся в почве. Они и дают приток этой самой массе, выдавливаемой из земли. Так вот, что ж такое эта стена? Есть мнение у местных краеведов, жителей относительно тайн и загадок. Здесь вообще разные камни тоже встречаются. Здесь и отесные камни есть. И они встречаются почти на протяжении всего оврага. То есть овраг достаточно большой. А в этом месте просто выбивают родники. Они очищаются как бы. Остальные большинство заросли уже. А когда здесь начинался, был колхоз, начиналась посадка сада, здесь очень были явные выделения камней, которые были стесаны. По разным доумкам здесь можно сказать, что это может быть и оборонительный вал был. Может быть это было какое-то место для наших потомков, которые сюда приходили. Или богам приносили какие-то жертвы или здесь поклонялись. По разным мыслям, разное здесь можно надумать. Но сейчас, к сожалению, это уже неизвестно. Ну и еще, безусловно, исторический факт. Эта местность, которая именуется Каменный лес, связана с именем Бекетовых. Древний род, дворянский, который происходит с 16 века на Руси. И в 19 веке здесь было их поселение. То есть семья Бекетовых имела крепостных крестьян. Семья Бекетовых имела здесь свой дом, деревню. Она и называлась Бекетовка, сейчас ее уже нет. Но место осталось. И по сведениям люди считают и уверены, что Бекетовы приезжали отдыхать именно сюда, в этот самый каменный лес. С Бекетовым связано здесь несколько легенд. Здесь недалеко посложены Бекетовские леса, возле реки Копер. И сам Бекетовы, семья, часто приезжали сюда попробовать воды вот этой. Есть, дальше идет овраг такой же, да. Есть святой источник, так называемый, который сами Бекетовы приглашали со своей церкви, священник, который его освящал. Вот это тоже очень похоже на такой же родник. Но когда Бекетовы сажали в Копровский лес, они часто приезжали с семьей, вот здесь отдыхали, пили вот эту воду. Вот таким образом мы имеем с вами загадку. Откуда взялись камни? Почему они представляют подобие рукотворных? Может быть, это было капище? Может быть, это было действительно что-то связано с оборонительным валом когда-то? Но история не умалчивает эти вопросы. И еще здесь есть очень интересные омуты в реке Хопер. Они называются русальными. Об этом мы поговорим еще впредь. Смотрите нас, и мы будем рассказывать о тех непознанных фактах природы, а может быть, и истории, которые связаны с Сурским краем.